Пандемия, которая захватила мир, она ударит по странам СНГ. Она сегодня еще не самая ужасная. Я не верю в то, что система здравоохранения стран СНГ сможет ее удержать. Пока все идет по очень печальному сценарию. Это влияет на бизнес. Мы живем сегодня в совершенно другой экономической ситуации, чем мы жили вчера. Привет, друзья! Ситуация сегодня довольно сложная. Хотел с вами поделиться некоторыми идеями, потому что мне пришлось за мою карьеру владельца бизнеса переживать много кризисов. Это, начиная, там, самый свежий у меня, это оранжевая революция 2004-2005 года в Украине. Потом у нас был 2008 год, который затронул все, и Украину, и Россию, и там все страны СНГ. Но мы тогда еще не работали на Западе. После этого был 2014-й, это Украина, которая затронула все, тоже и Россию, и Украину, и все такое. Ну и так далее, и так далее. Значит, я могу вам сказать, что сегодня у нас есть несколько очень хреновых обстоятельств. Это экономическая ситуация, связанная с падением нефти и девальвацией национальной валюты России, и всех связанных с этим как экономическом пространстве стран. У нас есть сегодня очень большое влияние пандемии коронавируса на экономику глобальную, в том числе это и падение бирж, и остановки многих бизнесов из-за всевозможных карантинов, мер, транспорта и так далее. Я не буду сейчас это перечислять, вы это все прекрасно знаете. Я с вами постараюсь поделиться всеми своими идеями на эту тему. У меня есть несколько идей, несколько успешных действий, которые спасали меня во время всевозможных кризисов. И не просто спасали, но помогали даже расширить наше влияние, вырастить компанию, развить компанию. Я не говорю, что мои советы помогут абсолютно всем. Кому-то они помогут больше, кому-то они помогут меньше. Но я могу сказать точно, что мои советы помогут тем, у кого совсем все плохо, как минимум сделать это немножко лучше. А тем, у кого есть шансы использовать вот эту ситуацию сегодня, помогут вырасти. Я начну с самых простых базовых вещей. То есть первое, что я вам хочу сказать. Существует такая ошибка, да, и прежде всего все эти видео, все эти советы прежде всего для владельцев бизнеса, для руководителей высшего уровня, высшего звена. То есть для тех, кто определяет стратегию, для тех, кто определяет настрой, для тех, кто определяет вообще, что происходит в бизнесе. Значит, первая ошибка. Это видео про первую ошибку. Значит, первая ошибка, которую допускают предприниматели. Я не думаю, что вы в их числе, но на всякий случай вам хочу сказать. Есть такая категория людей, которые впадают в какое-то жесткое отрицание происходящего. Они говорят, это все паника, это все глупость, это все, как это говорят в Украине, пороблено. То есть это все придумано политиками и все такое прочее. Первое, я хочу, чтобы вы понимали, что это не имеет никакого значения. Вообще никакого значения не имеет теория заговора. Вообще никакого значения не имеет, существует ли коронавирус на самом деле или нет. Или на самом деле много ли на планете нефти, возобновляемый она, незабавляемый ресурс или что-то в этом роде. Это не имеет вообще никакого значения, когда речь идет о бизнесе. То есть факт в том, что если люди боятся коронавируса, если прекращается какое-то сообщение между странами и так далее, это влияет на бизнес. То есть мы должны просто как предприниматели, мы должны принять это как данность, что мы живем сегодня в совершенно другой экономической ситуации, чем мы жили вчера. И это технический факт. Не важно, мы с вами не биологи, мы с вами не политологи, мы с вами не вирусологи. Не важно, какова причина этого. Очень важно принять, собственно говоря, саму идею, что изменения произошли. Сегодня мы живем экономически в другом мире. И первая ошибка, которую совершают лидеры, иногда, не все, они отрицают этот факт этих изменений, они отрицают, что эти изменения произошли, они делают вид, что ничего не изменилось, что все идет как прежде. Они пытаются успокоить своих сотрудников, говоря о том, что все будет хорошо, но при этом не признавая факта, что мы живем сегодня вообще в другой парадигме, что мы живем сегодня в другой экономической ситуации. И поэтому смотрите, что происходит, когда мы это не подтверждаем, когда наши сотрудники нам говорят, Александр Александрович, ну у нас же там бла, у нас же там проблема, у нас же это. А руководитель, лидер, владелец бизнеса говорит, все будет хорошо, нормально, мыслите позитивно и все такое. Но фактически он им говорит, да вы просто бестолычи. То, что вы думаете, это вообще глупость. И что происходит у человека вполне инстинктивно, интуитивно в этом случае, об этом начинает говорить еще больше. Если вы хотите, чтобы люди прекратили расстраиваться и о чем-то говорить, вам надо дать им подтверждение, вам надо сказать им, что вы их услышали, вам нужно показать, что вы их понимаете. И поэтому первое, что вы должны делать, общаясь с своими сотрудниками, это сказать, да, я вижу, я понимаю, что ситуация очень хреновая, я понимаю, что она повлияла, я понимаю, что, скорее всего, пик этой ситуации еще далеко не пройден, но мы к нему только приближаемся, я понимаю, что, скорее всего, будет еще хуже. Я это все понимаю. Да, при этом вам не надо рыдать, плакать, заламывать руки и все такое. Вы не можете себе это позволить просто по той причине, что от вашей стабильности зависит стабильность всех ваших людей. Ваша компания и ваша команда не будет более стабильна, чем стабильны вы. Поэтому вы должны быть источником стабильности. Поэтому вы должны сказать, да, я эту ситуацию вижу, и мы сейчас думаем, решаем, как с этим справляться. То есть первый мой совет заключается в следующем. Не отрицайте ситуацию, наоборот, смотрите на нее. Вам нужно понять во всей красе, как это влияет на происходящее, во всей красе, как это повлияет на вашу отрасль, как это повлияет на все остальное. И давайте вашим сотрудникам подтверждение, потому что они приходят на работу, их это беспокоит. Вот, кстати, когда люди вам об этом говорят, и их это беспокоит, это хороший признак. Это значит, что они беспокоятся о компании, они беспокоятся о своем будущем, они беспокоятся о том, что происходит. Это первый совет. Второй совет, который я хочу вам сказать, вам дать. Слушайте, я не идеален, и я могу вам сказать, тем более у нас есть филиал на Тайване, и моя жена должна была в январе ехать, предоставлять консалтинг в Китай, потому что наш тайваньский филиал предоставляет в том числе и Китай. И она странным образом потеряла документы и не смогла поехать. Это удивительно, потому что это произошло до того, как мы узнали. Ну, то есть, иногда, знаете, неудача, это удача, что-то в этом роде. Так вот, что я вам хотел сказать, что ситуация такая, я слежу за этой ситуацией уже с января, потому что у нас есть филиал на Тайване, и то, что происходит, его коснулось в первую очередь с коронавирусом. И с января месяца мы уже начали делать подготовительные шаги для перевода части наших услуг в онлайн и части наших сотрудников на дистанционную работу. Но я хочу вам покаяться и сказать следующую вещь. Несмотря на то, что я понимал, что это все подходит, несмотря на то, что я понимал, что нам надо как-то готовиться к тому, чтобы наши сотрудники работали удаленно, дома. Несмотря на то, что я понимал, что нам надо переводить те услуги, которые у нас в оффлайне, как можно быстрее в онлайн, что мы, кстати, сделали во многом, несмотря на это, я вам каюсь, мы делали это недостаточно быстро. И вторая проблема, вторая ошибка, с которой мы с вами имеем дело. Очень часто мы, как владельцы бизнеса, с вами, как лидеры, мы знаем, что надо что-то делать, мы знаем, что ситуация есть, мы знаем, что надо действовать, что-то менять. Но мы застреваем в какой-то тупой нерешительности. А может пронесет, а может быть этого не будет. Но всем понятно, что будет. Ну вы поймите, вот сегодня в России, в Украине, очень маленькое количество заболевших. До сих пор находятся просто долбанные, простите, идиоты, которые говорят, нас это не коснется, это все ерунда, у нас там всего лишь 100 заболевших в городе, и у нас уже тут народ скупает туалетную бумагу. Ха-ха-ха-ха. То есть я не призываю, кстати, скупать туалетную бумагу, я не знаю, почему об этом сейчас все говорят. Но факт заключается в следующем. Если у нас 100 заболевших, и количество экспоненциально растет с каждым месяцем, простите, с каждым днем, это означает, что скоро у нас будут тысячи и десятки тысяч. И зная, как в странах СНГ работает система здравоохранения, и зная, как работает государство, можно сказать, что они эту войну уже проиграли. К сожалению, это факт. Я просто не хочу приукрашивать на самом деле. Я знаю, что вы умные, сильные, способные, и вы понимаете, эта игра уже проиграна на самом деле. И поэтому пандемия, которая захватила мир, она ударит по странам СНГ. Абсолютно точно, абсолютно гарантированно. Она ударит. И она еще не ударила, но она ударит. И понимаете, для этого не надо быть гением каким-то. Для этого нужно просто обладать аналитическими способностями, смотреть на цифры, смотреть на ситуацию, какой она была в Китае, смотреть на то, что делали китайцы. Китайское правительство, я сейчас говорю о правительстве Китая. Китая, когда они закрывали целые города, просто целые города с жесточайшей дисциплиной, там чуть ли не комендантским часом. И в результате сегодня у них вот кривая идет на спад. То есть они удержали эту эпидемию на самом деле у себя в стране. Но она распространилась по всему миру, и не все так решительно действуют. Поэтому просто я вам хочу сказать, что ситуация следующая. Она сегодня еще не самая ужасная. Но, к сожалению, я не верю в то, что система здравоохранения стран СНГ сможет ее удержать. Я, кстати, не очень верю, что даже здесь у нас в Соединенных Штатах система сможет ее удержать. Не знаю, не видно. Пока все идет по очень печальному сценарию. Не по китайскому. Потому что китайский это мажорный сценарий. Да, что я вам хотел сказать. Второй мой совет. Надо действовать быстро. Нужно действовать немедленно. У вас сейчас прямо есть идея, что делать. Действуйте сегодня. Прямо сегодня измените. Прямо сегодня, понимаете? Прямо сегодня что-то сделайте. Прямо сегодня поступите по-другому. Прямо сегодня отправьте людей там, если вы хотели, вы думали о том, чтобы отправить их домой. Отлично, отправьте их домой прямо сегодня. Пускай у них будут веб-камеры, ноутбуки и так далее. Вы хотели прямо сегодня закрыть офис. Закройте его. Не ждите ничего. Лучше не будет. Это факт. И вы потом будете жалеть. Вы хотели там сократить какие-то расходы. Вы думаете о том, что надо бы сократить расходы, если ситуация будет ухудшаться. Делайте это прямо сегодня. То есть второй совет. Мы часто с вами знаем, что делать в нашей индустрии, что делать в нашей области. Но мы тянем слишком долго. Действуйте прямо сегодня быстрее. Итак, в этом видео я вас призываю. Первое. Не закрывать глаза. Дать подтверждение вашим сотрудникам, вашим руководителям, что вы видите, что происходит. И вы видите серьезность ситуации. Второе. Все, что вы уже думали, что неплохо было бы это сделать, если ситуация будет усугубляться, начните делать прямо сегодня. Вы, возможно, все равно потери будут, но вы, по крайней мере, сделаете их меньше. Я, кстати, собираюсь записать еще несколько советов, еще несколько важных видео на эту тему. Да, если у вас будут вопросы, пишите в комменты. Прямо пишите в комменты, я постараюсь на них отвечать.